Иваново, Кохма, Кинишма и Кинишемский муниципальный район получили свои первые квитанции на капитальный ремонт. Напомним, в Ивановской области начала свою работу региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. На счету регионального оператора будут аккумулироваться деньги, собранные собственниками. Ставка 5 рублей за квадратный метр. Впоследствии средства будут распределены. В программе 9051 многоквартирный дом. Отремонтируют их к 2044 году. Отметим, что квитанции на капремонт за январь пришли далеко не всем. Многие жители региона в марте получат квитанцию с двумя строками – сумму за январь и февраль. Не состоялись торги по доставке квитанции в часть муниципальных образований региона. Тем самым доставка квитанции в феврале месяце за январь месяц по 2015 году будет затруднена в эти муниципальные образования. В марте месяце уже всеми муниципальными образованиями и всеми жителям будут доставлены квитанции. В 2015 году отремонтируют 586 многоквартирных домов. Доля областного центра среди них порядка 15%. Судьбу своего дома каждый собственник может узнать на сайте капремонт 37. Там представлен полный перечень домов и год их ремонта. Возникает опасение, что платить за ремонт, который, например, запланирован через 10 или 15 лет, захотят не все. Региональный оператор утверждает, что неплательщиков не боится. Большинство не осознали, что многоквартирный дом – это частная собственность. Я предполагаю, что и с капитальным ремонтом будет понятие, и оплаты, обязанности произведения оплаты придется спустя какое-то время. Но она придет, и быстрее всего люди осознают и поймут, когда увидят первые результаты проведенного капитального ремонта на соседних домах. При желании отремонтировать свой дом можно и раньше, чем запланировано программой. Схема следующая. Собственники собирают необходимые деньги, проводят тот вид работ, который предусмотрен программой, приносят все документы и чеки региональному оператору и перестают получать квитанции за капремонт, пока не будет исчерпан объем затраченных ими средств. Замена окон и дверей в подъездах в программу не входит.